Три человека погибло на пляже вблизи военного аэродрома Бильбек, что в оккупированном Крыму. В тот момент, когда десятки отдыхающих плескались в море, россияне открыли огонь по якобы ракетам Атакамс. В своих соцсетях так называемый губернатор Севастополя Развожаев написал о работе ПВУ и напомнил, что осколки опасны. Через несколько минут он доложил о работе российской армии. Дежурными силами ПВУ четыре американские ракеты Атакамс были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВУ на конечном участке отклонилась от траектории. Полетела с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Сейчас на пляже Вучкуевке, который в шести километрах от военного объекта, таблички о запрете на купание. Окупант, развожая в своих соцсетях, активно ездит по больницам и встречается с делегацией врачей из Москвы. Правда, в местных и российских пабликах почти нет свидетельств очевидцев. В комментариях без лиц пляжники жалуются на отсутствие сирены и то, что рядом с военным объектом на третий год полномасштабной войны развязанной России нет бомбоубежищ. Хотя полуостров напичкан военными, техникой и замаскированными позициями. И тревогу хотя бы включат. За последние два месяца ее вообще не было. У меня ребенок шел на катер, когда начали сбивать. Я ей позвонила и спросила, что ближайшее рядом. Оказался аквариум. Говорю, там туалет подземный есть, беги туда, укройся. С ней еще две девочки были. Их не пустили. Сказали учение, бегите в укрытие метров сто на Луначарском. Вчера при посадке на Графской пристани начало работать ПВО. Люди стали под навесом возле катера, дабы спрятаться. Работники выгнали всех и погнали под взрывами вдов, куда бежать не меньше пяти минут. Хотели зайти в туалет, в том числе женщина с маленькими плачущими детьми. Но эта работница не пустила. Мол, не надо прятаться у меня. 30 рублей платите. Потом еще хвасталась, что никого не стала впускать. Пресс-секретарь Путина передал соболезнования и заявил, что ЧП в Крыму мелкое для того, чтобы в Кремле делали какие-либо заявления. От осколков какой ракеты погибло? Трое отдыхающих до конца непонятно. Была ракета, но мы не знаем какого вида. Что это за ракета была? Потому что россияне говорят, что это был кассетный атакат. Если это был кассетный, то это весь пляж был бы усеян телами мертвых отдыхающих. Наши предназначены для того, чтобы убивать живую силу противника. Здесь счет пошел бы на сотни, может быть, несколько сотен было. То есть все, кто были на пляже, все наверняка погибли или получили тяжелые ранения. Но здесь этого нет. В крымском паблике появилось это единственное фото якобы остатков ракеты в Учкуевке. На снимке, комментируют военные аналитики, часть очень похожа на ЗРК Тор-М2, используемую россиянами. Применять ЗРК Тор-М2 для перехвата баллистической ракеты глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. Не исключено, что ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами отдыхающих в Учкуевке. То, что россияне активно используют в Крыму тактику живого щита, начиная с 2014 года, не секрет. Этот факт не раз сфиксировали правозащитники. На многочисленных фото в сети, несмотря на тотальную цензуру, можно увидеть российское вооружение рядом с гражданскими. В этом же году оккупанты пытаются убить двух зайцев, спасти курортный сезон в Севастополе за счет отдыха бюджетников и детей из социальных категорий. В городе открыли 9 лагерей по этим программам. Если при этом погибнут мирные жители или пострадают, то это будет, наоборот, только плюс. Да, потеряют какое-то вооружение, но получат невероятную медийную картинку. Это, в принципе, очень важно для Кремля, когда гибнут мирные жители, якобы от украинских рук, от киевского режима, якобы от американского вооружения. Они находят обломки американского вооружения, вот видите, преступный киевский режим, преступный вашингтонский режим. То есть для Кремля это подарок небес, вот такие вот все вещи. И они готовы прикрываться мирными жителями, они готовы их не предупреждать, что рядом находятся военные объекты. В принципе, все и так понимают, где они расположены. Главное, чтобы военный объект выполнял свою функцию, а если при этом погибнут еще мирные жители, то эффект будет просто невероятным. Такое комбо двойное или тройное, и Кремль сможет с этим сыграть в международной арене. Лишь некоторые россияне задаются вопросом, почему на полуострове, где проходят активные боевые действия, не свернули курортный сезон? Чем думают те соотечественники, которые везут детей под работу ПВО в сезон осколков с неба? А-а-а!